Техники на самом деле сейчас нет. Вы назвали льготное кредитование на автомобиле пшиком. Миллион автовладельцев нуждается в обновлении. С этим заводом у меня есть одна загадка. Это отечественное производство или нет? Лоббисты этого утесбора вцепились в нее как клещи в мошонку. Не хватает дальнейшей экспертности. Фермеры же не могут отказаться от трактора или комбайна. Как будто бы и не было в принципе никаких изменений. Прямой удар по продовольственной безопасности. Общий привет! До старт! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. Сегодня говорим о продовольственной безопасности. Эту тему поднял президент Тукаев на прошлой неделе на расширенном заседании правительства. Процитирую. Ранее по моему поручению, говорит президент, был разработан план обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период. Но вместо конкретного алгоритма действий, в этом плане только набор благих устремлений. Есть опасность его неисполнения. Нужно дополнительно рассмотреть актуальный вопрос массового обновления парка сельхозтехники. Важно задействовать все возможные источники финансирования, поручая внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной, отечественной, подчеркиваю, сельхозтехники за счет средств оператора РОП. Без развитого агропромышленного комплекса невозможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности. Это Аксиома. Сегодня мой собеседник, эксперт Зернового союза Казахстана Тлег Бекбасаров. Добрый день, Тлег. Здравствуйте. Тлег, доступность для фермеров агротехники – это один из главных ключей продовольственной безопасности. Именно об этом в апреле и мае этого года вышло аж четыре выпуска на канале Гиперболей. В том числе круглый стол с вашим участием. Как вы считаете, значит наш набат все-таки был услышан в администрации президента, раз президент поднял тему сельхозтехники на заседании правительства. Хотелось бы верить, что материалы также доходят, вот такие, как наши с вами. Доходят, доходят. Но, честно говоря, вот это упоминание темы мне много радости не принесло. Потому что ведь и вы, и фермеры говорили, что кратчайший путь к доступности к тракторам и комбайнам – это отмена утильсбора на сельхозтехнику. А вот напомните, сколько вам в среднем составляет в процентном и денежном выражении? Утилизационный сбор устанавливается в абсолютном выражении. Ранее он был до корректировки на 50%. Его размер доходил до, я насколько помню, 14 миллионов кенге при новом МРП за комбайны и около 13 миллионов кенге за тракторы. Соответственно, после корректировки ставки должны были составить 7 миллионов кенге на комбайн, 6,5 миллионов кенге на трактор. Это максимальные размеры. Но и если сравнить со стоимостью тракторов и комбайнов, то это в процентном выражении до снижения составляло, где-то доходило до 30% от стоимости трактора или комбайна. Ну и сейчас, соответственно, может достигать 15% стоимости. В среднем, я полагаю, это может быть около 8% от стоимости, 7-8%. В речи президента не было ни слова об отмене утильсбора на сельхозтехнику. Вместо этого там было прольготное аккредитование для покупки отечественной агротехники за счет средств оператора РОП. Что это значит? Я думаю, это аналогия с тем, как использовали средства на автокредитование. Вот 100 миллиардов из излишков оператора РОП перекинули на автокредитование для того, чтобы обеспечить какую-то порцию вот этих дешевых автокредитов населению. Хотя, конечно, количество было небольшое на самом деле. И, скорее всего, по аналогии с этим, какую-то сумму, я боюсь предполагать, но предположу, 70-90 миллиардов направить также на кредитование, точнее, удешевленный лизинг сельхозтехники отечественного производства. И таким образом придать импульс темпам обновления машинотракторного парка в стране. Ну, смотрите, раньше, если я не ошибаюсь, речь о льготном кредитовании на покупку агротехники вообще не шла. Потому что фермеры получали субсидии на эту покупку, да? А тут еще и льготные кредиты. Ну и разве это плохо? Ну, субсидии двух видов были. Это инвестиционная субсидия, то есть возмещение стоимости приобретения номинально декларировалось 25% от стоимости, выдаваемая единовременно в начале покупки. Но, конечно, с шероховатостями, с нюансами своими. То есть это не в начале покупки. На практике происходило не 25%, поскольку важным элементом правил субсидирования было предельные стоимости. Предельные стоимости, установленные по состоянию на конец 2017 года, не обновлялись. Поэтому фактически при тех предельных стоимостях норма субсидирования спустилась по, в частности, популярной высокопроизводительной технике до 8% даже вместо 25%. А также была вторая субсидия – это на удешевление процентной ставки лизинга. В основном идея эта была, которая началась еще в 2014 году, я, насколько помню, реализовывалась, или даже в 2013 году. И представляла идею вовлечения как лизинговых компаний, так и банков второго уровня, банковской системы, чтобы они выдавали займы, лизинг. Ну и через программу имени сельфоза по удешевлению процентной ставки обеспечивался удешевленный лизинг под ставку 7-6% для конечного фермера. Вот. И эта программа действовала на сегодняшний день. Сейчас приостановлена, насколько нам известна программа, номинальная ставка лизинга в Казаграфинанс для сельфозтехники, вне зависимости от происхождения, составляет 21% годовых. Вот это уже то, что мы имеем по факту на сегодняшний день. Для отечественной техники с некоторого времени назад существует льготный лизинг через фонд развития промышленности. Это вот такой второй основной источник финансирования, где представляется такой доступный лизинг на 7 лет по ставке 7% годовых с низким первоначальным взносом, которые норму первоначального взноса даже снижали до нуля в пандемийный период. Вот. И таким образом, вот два основных финансовых института, которые обеспечивали лизинг сельфозтехники, один из них полностью был ориентирован только на отечественную технику. Вот. А второй сейчас работает со ставкой 21% годовых. Поэтому достаточно сложные условия. И хоть и было такое финансирование, сейчас акцент на предоставлении массового лизинга и только отечественной технике, конечно, с учетом того, что был уже институт, который представляет достаточно доступное финансирование только для отечественной техники, в этом плане, я думаю, эффект, скорее всего, будет не столь значительным. Я думаю, в целом к этой новости мы относимся умеренно оптимистично, на грани скептицизма, если честно. Ну вот смотрите, в предварительном нашем разговоре вы назвали льготное кредитование на автомобиле пшиком. Чем мотивируете? Ну, если посмотреть просто на эффект программы, на эти 100 миллиардов кинге идут непосредственно как основное финансирование основного долга этого займа. И достаточно небольшое количество автомобилей на эти деньги приходится. Ну, сколько? Ну, на сегодняшний день, я насколько знаю, программа пока что приостановлена в связи с освоением всей суммы, 100 миллиардов, и подтверждено кредитными комитетами чуть более 7 тысяч автомобилей всего. Я полагаю, максимум от этих 100 миллиардов кинге, по нашим расчетам, было около 10 тысяч автомобилей. А фактически выдано к этому времени заемщикам чуть более 5 тысяч автомобилей. Вообще эффект... А потребность? Потребность очень большая, конечно. Если раньше у нас автопарк до развертывания пакета заградительных мер всегда рос на 300-400 тысяч автомобилей в год, то с 2016 года темп прироста, конечно, очень сильно снизился. И сейчас, если автопарк составляет 4 миллиона примерно транспортных средств, чуть меньше даже. И более половины, около 52% из них это старые транспортные средства, легковые автомобили и так далее. И вы представьте, свыше 2 миллионов автовладельцев нуждаются в обновлении на самом деле. Поэтому я бы предположил, не побоюсь, в принципе, этой цифры, что миллион автовладельцев на самом деле, минимум, нуждаются в обновлении. В этом плане 5 тысяч или 7 тысяч или 10 тысяч единиц являются каплей в море. На английском это можно назвать peanuts, поскольку никоим образом не меняет обстановку. 1% в итоге. Смотрите, вы предполагаете, что на льготное кредитование, на приобретение сельхозтехники будет выделена сопоставимая сумма от 70 до 100 миллиардов тенге, да? Мое предположение. Да. Но ведь комбайны и тракторы, они дороже, чем в среднем, чем автомобиль. Сколько примерно будет по кредитам продано сельхозтехники? Немного. Если сейчас нынешние темпы роста стоимости комбайнов или тех же тракторов брать, ну, один трактор сейчас достигает стоимости 200 миллионов тенге, вот, и посчитайте просто, если даже 70 миллиардов выделят на это и направят точно так же, как и автокредитование, то есть без вовлечения денег из банковской системы будет непосредственно эти же деньги будут использоваться как основной долг, то количество будет небольшое. То есть это будут даже не тысячи, а сотни, возможно, единиц, да, техники? Да, речь идет о сотне. Это если это будет выдаваться точно так же, как автокредитование, а вот если будет сделан акцент на удешевление, удешевление процентной ставки, да? Я думаю, здесь, конечно, спектры, количество будет больше, но, тем не менее, эффект будет незначительным в связи с тем, что техники на самом деле сейчас нету. Вот один только критерий, то, что это должна быть отечественная сельхозтехника, а мы знаем, да, какие это марки сельхозтехники, это достаточно ограниченный перечень, который покрывает только 5% примерно, максимум 10% ассортимента требующегося для фермеров в наше время. Ну, напомните, какие это? Трактора Кировиц? Да, это вот марки в основном российские, белорусские, Простельмаш, Гомсельмаш – это комбайны GS Полессия, Простельмаш – комбайна Акрос, Вектор, тракторы МТЗМ, тракторы Кировиц, тракторы Бювер. Также есть у нас отечественный производитель немецких марк Класс, который вот сейчас наращивает производство, но это все ограниченный спектр на самом деле. Каждый из производителей представляет только такое ограниченное количество моделей в рамках одной марки сельхозтехники. И покрытие всей потребности, всего шлейфа, ассортимента, требующегося нашим фермерам в нынешнее время для диверсификации, для обеспечения технологии, он, конечно, не покрывает даже и 10% того, что обеспечится отечественным производством. Все-таки какова потребность? Потребность более. На сегодняшний день эксперты говорят о том, что только по комбайнам нам необходимо около 3000 единиц в год. По тракторам примерно так же. Это по средним и крупным тракторам и по малым тракторам требуется около 5000 единиц. То есть средний и крупный около 3000, плюс малый около 5000. Вот давайте в уме почитаем. То есть предположим, что выделят 100 миллиардов тенге на льготное кредитование на покупку сельхозтехники. Вы говорите, что один трактор стоит 200 миллионов тенге. То есть будет возможно приобрести только 500 тракторов. А вы говорите о тысячах, потребности в тысячах единиц сельхозтехники. То есть покроет, не покроет и 10% от надобности, да? Да, 200 миллионов – это высокопроизводительные тракторы. Кое-где по некоторым моделям стоимость может доходить даже до 250 миллионов тенге. Это очень производительные гусеничные тракторы. Тракторы более простых комплектаций, как раз марок из ближнего зарубежья, Их стоимости могут составлять от 120 до 150 миллионов тенге. Поэтому я в среднем назвал 200 миллионов тенге. И действительно, если посчитать, то это небольшое количество. Лег, у меня еще один вопрос по лиховым автомобилям, через который мы потом вернемся опять к сельхозтехнике. Движения нету телесбору. Постоянно говорит о том, что отечественный автопром – это фейк и миф. Что наши заводы получают из-за границы? Либо машинокомплекты, либо практически готовые к технику, к которой остается прикрутить колеса, либо комплектующие запчасти. И на месте занимаются прикрутки колес и, в лучшем случае, сваркой. В том числе, много чего Казахстан получал и из России. С началом войны в Украине, одним из первых, кто оказался под ударом санкций в России, был автопром. И вот широко в мае разлетелась информация о том, что в этом месяце выпуск ликовых авто в России упал почти на 97%. Тем временем, автопром в Казахстане показывает другие данные. Я вот получаю регулярные сведения из Ассоциации казахстанского автобизнеса. Так вот, цифры следующие. В марте выпущены 10 753 автомобиля, в апреле 9 212 машин, в мае 8 285 авто, ну и в июне резкий рост 11 854 автомобиля. Как вы комментируете эти цифры? Те проблемы, которые есть у автопроизводителей в мире, они не совсем один в один следует, скажем так, применять к нашему автопроизводству. Все-таки, если доминирует 90% автопроизводства состоит из крупноузловой сборки, это легче. То есть, в принципе, нет такой проблемы, когда из-за отсутствия какой-то одной какой-то запасной части возникает проблема остановки всего конвейера, поскольку мы импортируем весь машинокомплект. То есть, это разобранный автомобиль для крупноузловой сборки, и в нем, в принципе, все комплектующие уже есть. Ну, а они что, на старых запасах живут? У них запасов, я думаю, было немного, но все-таки налаживание, восстановление поставок через Китай, откуда шли автомобили собственных китайских марок, также и корейские автомобили, и восстановление, скажем так, пересечения границы, я думаю, это все улучшает положение, поэтому, скорее всего, машинокомплекта стали поступать более ритмично. Вот в марте-апреле было снижение, а в июне резкий скачок. Это связано с программой автокредитования льготного, да? Автокредитование плюс, мне кажется, за счет восстановления логистики из Китая. Ясно. А у вас есть аналогичные данные по выпуску сельхозтехники в Казахстане? И по потребности вы уже рассказали. По выпуску и по ввозу сельхозтехники такой вот единой стат информации, к сожалению, нет. Мы видели аналитические обзоры, попытки аналитического обзора, но, к сожалению, все ранее выдававшиеся такого рода аналитические обзоры не соответствовали действительности. Объемы, количество все-таки там используются где-то либо в конъюнктурных целях, тогда, когда необходимо перед госорганом защитить такой тезис, что отечественное производство покрыло всю потребность. И начинают рисовать, что 95% мы уже обеспечили отечественным производством. Это не так. Вы говорите, что нет достоверных данных, но, тем не менее, утверждаете, что вот эти данные недостоверные. Почему вы так? Из чего вы так уверены? Да, потому что есть две части, я бы даже сказал, несколько сторон в этой сфере. Есть производители, которые делятся с информацией и могут составить какую-то свою статистику, такой, так скажем, между собой могут составить собственную статистику. Насколько достоверная для внешних, скажем так, участников, это вопрос, но, по крайней мере, они друг с другом на доверительной основе, наверное, могут составить такую картинку. Но у них нет достоверных данных о возе остальных поставщиков. Это различные китайские поставщики или поставщики западной сельхозтехники в особенности. И какого-то единого органа, или точнее, единой ассоциации, источники информации нет. Вообще-то это бардак, потому что это впрямую касается продовольствия и безопасности, а мы не знаем, сколько ввозится и производится техники у нас. Мы только что говорили, что автопром просто рухнул в России. А вам известно, в каком состоянии находится производство сельскохозяйственной техники в России и Беларуси сейчас, после начала войны? Да, известно. Известно. Вот на сегодняшний день у нас прошло большое мероприятие, День поля, в Аккуле. И судя по, скажем, ситуации, вот для примера можно взять Россельмаш. Это флагман сельхозмашиностроения России, да, и его сборочные производства находятся в Казахстане. И вот запрос на этот год составлял от сборочных производств на Казахстан, на рынок Казахстана, почти 500 единиц комбайна, хотя получено в этом году 100 с хвостиком. 100 с хвостиком. Вы можете представить, сколько разы, то есть это в разы снижение. Что на это повлияло? Конечно же, санкции. То же самое касается и Беларуси. То есть мы видим, что не все марки сельхозтехники, явно не отдельные марки, отдельные модели сельхозтехники с конвейеров сошли, скорее всего, из-за отсутствия комплектующих. Проблема большая вот с комплектующими. И вот на примере, может быть, российского производителя посмотреть, что доля использования европейских комплектующих была высокая. Западных комплектующих была высокая. Редукторы, гидравлика, двигатели, электроника и прочее. Номенклатура широкая была, и их выбытие просто непрогнозируемым образом происходит. То есть происходит, во-первых, пополнение в целом санкционного списка. Во-вторых, сами компании отказываются работать и разрывают свои контракты. И некоторые компании могут опять возвращаться, говорят, что мы продолжим работать, хотя сначала объявили о прекращении деятельности. Затем это может происходить повторно. То есть объявив о продолжении деятельности в России, повторно может произойти прекращение деятельности. Поэтому вот этот процесс переориентации, теперь уже комплектующих, то есть использование комплектующих на уже восточных поставщиков, китайских, в первую очередь будем так говорить, а он займет время определенное. И сама калибрация сельхозмашины, что такое трактор сейчас? Крупный трактор – это такая серьезная машина, в которой отдельный аспект, предположим, гидравлика является сложной, очень сложной системой. И для того, чтобы настроить в заводских условиях в производстве новую гидравлику на базе новых поставщиков, на это уйдет несколько лет точно, по нашим оценкам, 3-4 года. То есть просто будет дефицит агротехники в ближайшие годы, да? Да, по нашим ожидаемым он будет продолжаться. И в существующей ситуации. А что тут может спасти? Прямой импорт? Да, то есть, в принципе, ввоз сельхозтехники, который обеспечивается уже независимыми поставщиками, которые не работают через соглашение о промсборке, через договора о стимулировании с оператором расширенных обязательств производителей, вот эти поставщики, они сейчас все, конечно же, ограничены. Ограничены мерами заграждения. То есть плюс отмена вот этих всех заградительных мер, да, включая утильсбор? Да, это, конечно, простимулировало бы и позволило бы раскрыться снова всех троих этих поставщиков. Вот, Лек, движение «Нет утильсбору» постоянно утверждает, что в полном смысле собственного производства сельхозтехники, для покупки которой президенты предлагают механизм льготного аккредитования, у нас тоже фактически нет, как и своего автопрома. С ними категорически не согласен Роман Скляр, первый вице-премьер. Есть некоторые люди, которые позиционируют себя как знатоки всех и вся, но фактически они льют воду на мельницу иностранных производителей. Они пытаются внушить мысль населению о том, что автопрома и сельхозмашиностроения у нас совершенно нет. Давайте я приведу пример еще, может быть, который более-более близкий к нашим сельхозтоваропроизводителям. Вот в Кустанае в 2020 году, в октябре месяце, открылся завод по производству тракторов «Кировец», на которой очередь стоит. Он открылся лишь после того, как мы в 2019 году, 5 декабря, ввели утильсбор на сельхозтехнику. Но вот с этим заводом у меня есть одна загадка. Он открылся два года назад. У него есть сайт, на котором мы видим дилерскую сеть. Но она, правда, неактивная. Там, куда ни кликай, все мертвое. И я не нашел на сайте информации, как завод-изготовитель исполняет свои обязательства по выпущенной продукции. Это гарантийные ремонты и обслуживание. Но все это есть на сайте питерского тракторного завода, который как раз и выпускает эти трактора «Кировец». Здесь есть и подтверждение обслуживания и гарантийного ремонта, и карта дилеров по всему миру. А карта Казахстана фактически повторяет. Вот то, что на сайте Кустанайского завода. И отдельный вход на этот ресурс для дилеров. Вот, добрые люди, мне рассказали, что гарантийные обязательства по казахстанским тракторам «Кировец», которые якобы здесь выпускаются, будто бы исполняет петербургский тракторный завод, а не производитель в лице Кустанайского завода. И наши дилеры якобы заключают договоры о гарантийном обслуживании напрямую с Питером, минуя Кустанай. А вот сам Кустанайский тракторный завод вместе еще с одним заводом «Каз Агромашхолдинг» находится на сайте Питерского тракторного завода в разделе «Дилеров». Вот, я сразу предупрежден, не настаиваю на этой версии, но если на Кустанайском тракторном заводе с ней не согласны, то пусть объяснят, кто и как на КТЗ отслеживает и определяет гарантийные отказы. Лер, вот насколько правдоподобно то, что я сказал, и в принципе, если это завод-изготовитель, то может ли он не выполнять гарантийные обязательства? Да, с одной стороны, в нашей сфере это известная информация, но малоизвестная в широких кругах. Правомерно задавать этот вопрос, на самом деле, если считаешься производителем, если назвался производителем, то, по идее, именно ты должен быть лицом, который выдает и исполняет гарантийные обязательства. В случае, если гарантийные обязательства нет и исполняешь, то ты, по идее, представитель его, то есть поставщик или тот же импортер. Вот если взять критерии, чем должен отличаться производитель от обычного поставщика, или как в нашем случае мы называем импортер. Производитель должен действительно произвести этот продукт, используя местные комплектующие. И тогда, когда используются местные комплектующие, то, в принципе, за проверку этих комплектующих, отбраковку их, за, таким образом, испытание конечного продукта отвечаешь уже ты, поскольку ты производитель. И этот предел необходимо пройти для того, чтобы, во-первых, использовать такие комплектующие уже изнутри, и правомерно становиться производителем. Вот сборочное производство в Казахстане относится к разряду дистрибьюторов или импортеров. Вот это, конечно, странновато было, поскольку сейчас поставщики, которые не работают через сборочное производство в Казахстане, они точно так же, у них есть свои заводы-изготовители, они являются представителями их, и гарантийные обязательства несет завод-изготовитель. В этом плане правомерен вопрос, на самом деле, а почему производитель Казахстана называется таковым, если не несет гарантийные обязательства? Помимо этого, есть и другие критерии. Например, если ты производитель, то ты имеешь право экспортировать. А в случае с предположимым дистрибьютором на определенной территории, он, как правило, отвечает за только собственную страну и за свою территорию, как бы, зону ответственности. И экспортировать куда-то вне он не может. Вот в нашем случае, поскольку мы не видим, скажем так, экспорта именно со стороны наших отдельных производителей, очень похоже это все на обычные дистрибьюторские отношения, когда есть завод-изготовитель, есть их местный партнер. Также можно посмотреть просто в каком виде эта сельхозтехника пребывает. Если она пребывает в таком же виде, как и обычный, любой другой поставщик привозит, а это очень похоже друг на друга на самом деле. То есть и партнер тоже завозит в разобранном виде, да? Да, в таком же разобранном виде, только единственный производитель немного более разобран. Ну, в частности, по самоходным машинам. А вот в частности, по прицепным машинам разницы практически нету. Одинаково приходит. Поэтому здесь тоже правомерен вопрос. А почему так? Ведь разницы нету никакой. Единственное, один привозит, предположим, и делает это в поле, да, сборку. Это производит в поле. А другой производит сборку под крышей, да, и получает за это там, да, достаточно большие бонусы и так далее. И здесь вот эти вопросы, наверное, такое отсутствие, по сути, отличительных характеристик и заслуженных таких отличительных характеристик порождает, на самом деле, неговольство вот этим производством. Ранее, в 2009 году, правила определения производителя звучали так, что необходимо там по определенному виду сельхозтехники выполнить перечень операций. И назначался какой-то процент локализации. Первый год, второй год, третий год. Постепенно, чтобы увеличивалось. И вот эти правила не сильно так и, на самом деле, поменялись к этому времени. Вот 2009 год. Потом они вносили изменения в 2012-2013 году. Кое-что в списке это менялось, да. Но в основном находится все вокруг, да, около одного перечня. Потом в 2014 году меняли, в 2015-2016 году меняли. Потом в 2018 году приняли правила соглашения о промсборке. И вот каждый раз в этом перечне операций указывалось, что ты должен выполнить вот эти вот 20 операций, да, там установка липких аппликаций, установка, предположим, аккумулятора, фильтра, наклонной камеры, подмоторной рамы. Вот эти операции в одном или в другом виде повторялись все это время. И все эти годы определенные меры поддержки оказывались производителям. И вот те, кто за этим наблюдает, у них правомерно всегда был вопрос, почему так все продолжается. Потому что на взгляд, скажем так, представителя АПК, все-таки такая, такого рода политика, односторонняя достаточно, да, и не совсем заслуживающая такая господдержка в отношении производителей, на создающих удорожание сельхозтехники и ограничение выбора для фермеров, являлась незаслуженным. Поэтому это и создает вот недовольство как раз таки политикой в отношении поддержки производителей и комментариями в отношении все-таки это отечественное производство или нет. Тема УТИ-сбора является в этом году одной из главных. Вот. Но с какого боку ни подходи, лоббисты этого УТИ-сбора вцепились вот в нее, как лещи в мошонку. По автомобилям, движение НЕТУ-сбора требовало снижения до вообще разумной цифры ставки до 100 тысяч тенге, да. Крепя зубами, снижали 4 месяца, снизили на 50 процентов. Это где-то 800 тысяч примерно тенге с автомобиля, да, минимум. Ввели льгодное автокредитование, которое, как вы говорите, обеспечивает где-то всего лишь 1% нуждающихся в обновлении автопарка, да. Но если, допустим, здесь в случае с автомобилем можно решить кардинально, взять пешком ходить, на самокате кататься, отказаться от автомобиля, да, то фермеры же не могут отказаться от трактора или комбайна, или иначе это будет уже не фермер. И это значит просто удар, прямой удар, вот джеб такой, по продовольственной безопасности. То есть люди, фермеры требуют отменить УТИ-сбор. Вместо этого им предлагают льготное кредитование, которое смогут воспользоваться от силы при самом лучшем раскладе 10 процентов. И то это фантастическая цифра. Какой вывод отсюда? Я думаю, важно вообще в целом посыл, да, о том, что вопрос продовольственной безопасности и отношение к этому вопросу темпов обновления сельхозтехники, о том, что это уже озвучивается, да, и, скажем так, входит в выступление и обращение главы государства, я думаю, это уже очень хорошее, на самом деле, очень хорошее условие, но... А вы что, готовы довольствоваться вот этой риторикой, Тлег? Нет, конечно. Ну, вам что, хватает? Ну, только что вот он поднял 11 января УТИ-сбор, все вывернули лоббисты УТИ-сбора, все вывернули наизнанку. Толку нету. А мы готовы радоваться, что президент об этом говорит. Ну, полгода уже длятся эти разговоры. Я бы сказал так, что сюда не хватает дальнейшей экспертности, то есть важно понимать все-таки, что если мы сужаем теченика, то мы из-за отсутствия ее, из-за банального отсутствия на ближайшие годы, особенность остро в этом году, просто на самом деле отсекаем и, скорее всего, эффективность этой меры не сводит до просто текущего состояния, как будто бы и не было, в принципе, никаких изменений. Но я бы хотел еще добавить, что важно. Предположим, если бы не было все-таки вот этих вот ограничителей в плане отсутствия достаточного количества сельхозтехники у сборочных производителей, у отечественных производителей, если бы этой проблемы не было, представьте. Тем не менее, есть вот постоянные такие ограничители, да, которые есть у нас в сельском хозяйстве. Сельскохозяйство – это, скажем так, отрасль, которая должна генерировать доходы, а механизация в нем является средством производства. И те же комбайны или тракторы, да, они в сельском хозяйстве в целом делятся на две категории. Это вот ближнего зарубежья, да, у которых производительность ниже, чем у тракторов с дальнего зарубежья, тракторов и комбайнов с дальнего зарубежья, у которых производительность высокая, так сложилось, что есть эта разница. И как раз-таки ограничивается в большей степени вот сельхозтехника западного производства, которая является высокопроизводительной. И к чему это приводит? Если сейчас акцент делать только на отечественную сельхозтехнику, даже если ее было много, тем не менее, эффект был бы ограничен из-за того, что недостаточно людей в хозяйствах сейчас. 80% посевных площадей Казахстана находится в трех северных областях, это Кустанайская, Северокостанская и Акмолинская области. В каждой из этих областей по 4,5 миллиона гектар примерно в среднем. И в этих областях у нас на самом деле недобор механизаторов. Урбанизация делает свое, людей там становится меньше, точнее структура меняется. То есть, в принципе, население и рабочая сила там стареет, есть такая тенденция, а молодежь уезжает в города из-за урбанизации. Поэтому, на самом деле, достаточного количества механизаторов для работы на тракторах и комбайнах, опрыскальных и других видах самоходной и прицепной сельхозтехники на самом деле нет. И в этих условиях акцент хозяйственный, крупными агроформированиями делается на производительном сельхозтехнике. Это вынужденный шаг, просто вынужденный. Потому что хозяйство не может содержать, управлять парком из 300 комбайнов, когда оно может управлять сотней комбайнов. Вот оптимально у него все рассчитано на сотню комбайнов. И он не может просто найти элементарно людей на 300 комбайнов. Вы представьте, что 300 комбайнов – это в три раза больше мощностей для хранения ГСАЭН, в три раза больше МАШ-дваров, в три раза больше механизаторов, которых невозможно найти, в три раза больше хищений и потерь от этих комбайнов и от этих сотрудников. Намного больше штат компаний становится, да, бухгалтеров, сотрудников, которые будут искать этих механизаторов, инженеров, учетчиков, экономистов, вот этого управленческого персонала и всего остального. То есть это косвенным образом увеличивает вообще в целом потребление ресурсов. Понятно, понятно. То есть конструктивный выход какой из вот этой тупиковой ситуации? Обеспечивать необходимо без привязки к отечественному производству. На самом деле техника должна использоваться как такая, так и такая. Малые и средние хозяйства используют. Начинают работать на отечественной сверху техники, но все-таки крупные агрофермирования, те, которые ориентированы на производительность, на качество, они, и они в основном 60-70% валового сбора обеспечивают как раз такие хозяйства. Они обеспечивают диверсификацию также. Вот эти хозяйства ориентированы на широкий перечень и на высокопроизводительную технику. Ситуацию спасает льготное кредитование на покупку отечественной сверху техники? Не спасает. Отмена утифсбора может как-то выправить, если не спасти ситуацию? Да, да. То есть отмена утифсбора явно поможет. И эта мера, на самом деле, по снятию ограничений, она не просто является такой, так скажем, да, снизить стоимость на 6 миллионов тенге. На самом деле, вот ценность этой меры и значимость этой меры даже в другом в том, что это большой информационный сигнал. Большой информационный сигнал к обновлению. Это психологически будет стартом, зеленым светом для агроформирования без ограничений, без оглядки на лоббистов ринуться в обновление. Лег, спасибо вам за комментарии. Я надеюсь, что вас будут радовать не только то, что президент упоминает эту тему, да, не только его слова, но и, в конце концов, дела. Потому что речь идет о продовольственной безопасности. А продовольственная безопасность – это безопасность национальная. Спасибо вам. А вы, дорогие зрители, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы регулярно получать уведомления о каждом нашем ежедневном выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь ссылкой на это видео в своих социальных сетях, чатах и мессенджерах. Все это поднимает канал Гиперболей в рекомендациях Ютуба. И я всегда бесконечно благодарен вам за донаты, которые вы присылаете. Копер Ахмет, огромное всем спасибо. Высбергеббез, мы делаем Гиперболей вместе. Донаты послать очень легко, это можно сделать по номеру телефона на карте Халайк и Каспий, а также на номера этих карт. И на Каспий Пэй вы рядом видите QR-код, его нужно проскодировать с помощью мобильного приложения Каспий, и донат ваш улетит на счет ИП Гиперболей. Еще раз благодарю. Ну и на этом я с вами ненадолго прощаюсь. Сау-бурн-сдар. А ну давай, давай, скорей, оцени новый выпуск на Гиперболей. Грей-грей-грей, Гиперболей, грей-грей-грей. Это супер!